Это не должно повториться. Под таким девизом состоялась презентация сборника Геннадия Васильева «Красный молох на Южном Урале». Книга посвящена массовым политическим репрессиям в Магнитогорске и ближайших районах в 1920-1950-х годах. Воспоминания очевидцев и их родственников, документы и статьи, художественные произведения позволяют читателю окунуться в атмосферу и почувствовать дух того страшного времени. «Красный молох на Южном Урале» – необычное издание. Это скорее выжимка, самая интересная из 13 томов книги памяти. Историк Геннадий Васильев с 1988 года работает в архивах и восстанавливает память о людях, которые были репрессированы на Южном Урале в 1920-1953 годах. Расстреляны или сидели в сталинских лагерях, о раскулаченных переселенцах, которые умерли в Магнитогорске и окрестностях от голода и болезней. В книге 110 статей и более 800 фотодокументов. Среди воспоминаний, статей и документов есть просто уникальные истории. Мне удалось перевести со старославянского языка свои переживания Ивана Матвеевича Зайцева, урожденного Карагайки, генерала царской армии, который во время Гражданской войны вынужден был покинуть родину и обосноваться в Китае. Потом его советское правительство пригласило работать в генеральном штабе в качестве преподавателя. Он поверил, приехал, через две недели его арестовали и отправили на Соловки. Зайцеву удалось описать пережитое в своих воспоминаниях. Его книга была опубликована в Шанхае в 1931 году и никогда не издавалась в СССР по понятным причинам. Геннадий Васильев опубликовал ее в новом сборнике. В зале немало тех, чьи родственники также в полной мере ощутили на себе бремя сталинского геноцида. Дедушка Наталья Борисовна Кузьминой был раскулачен и погиб в тюрьме. После революции, когда началась Гражданская война и последующие события, он был репрессирован, посажен в тюрьму. Почему? Потому что, конечно, будучи горячим, вспыльчивым человеком, очень эмоциональным, он не держал язык за зубами, а позволял себе разные высказывания критического характера всенародно. Геннадий Васильев уверен, через сохранение памяти есть возможность сохранить историю. Очень важно не воспитать у нового поколения безразличие к прошлому. Время репрессий забывать нельзя. И ведь еще Солженицын сказал такие строки. Скоро скажут неправда, этого не было. А если мы потеряем память о том времени, это неизбежно повторится. Благодаря поддержке неравнодушных людей книга вышла тиражом 300 экземпляров. Они поступят в библиотеки Магнитогорска и ближайших районов. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.